В Балакове завершился праздник педагогического мастерства. Именно так называет конкурс «Учитель года». В этом году за звание лучшего учителя боролись 10 наставников, 6 из которых вышли в финал. Когда вы приходите в конкурс, с самого начала отметил визитки и заканчивая открытым уроком, это глубинная, серьезная работа вас над собой. И мне кажется, что не методические какие-то находки главное в этом конкурсе, главное – показать свой индивидуальный почерк. Сам конкурс стартовал еще осенью и прошел в несколько этапов. Педагоги представляли творческую самопрезентацию в свободной форме, я – Балаковский педагог, медиавизитку, методическую мастерскую. Пожалуй, самым важным испытанием стал урок, проведенный не в своей школе, но учителя справились со всеми задачами. Хочу вас поблагодарить за вашу работу, за вашу устремленность, за те знания, которые передаете нашим детишкам. Это на самом деле колоссальный труд, большое вам за это спасибо. Девиз конкурса – учить и учиться, потому что без постоянного самосовершенствования не может быть хорошего педагога. Плюс к этому – целеустремленность, любовь к детям и, конечно, умение найти подход к каждому ученику. От учителя зависит многое, уверен председатель собрания БМР Константин Кузнецов, который более 40 лет работает в системе образования. С учителя начинается артист, инженер, с учителя начинается президент. Именно от учителя зависит, какой наша страна будет через 10, 20, 30 лет, какие социально-экономические преобразования произойдут и кем мы будем гордиться. А на подведении итогов конкурса «Учитель года» поводом для гордости стала победа учителя русского языка и литературы Татьяны Бардиной. Она уже два десятка лет трудится в гимназии номер один. Для гимназии номер один победа Татьяны Александровны Бардиной именно в этом году так символично. 30 лет гимназии будет праздновать в сентябре. Татьяна Александровна Бардина – выпускница нашей гимназии 95-го года, медалистка. 20 лет она работает в гимназии. У нее замечательные результаты, у нее стубальники. Она подготовила множество призеров, олимпиад разного уровня. И вообще она большая умница и большой талант в ней скрыт. Теперь Татьяне Бардиной предстоит участие в региональном этапе конкурса «Учитель года», где ей придется состязаться с лучшими педагогами со всей Саратовской области. Продолжение следует...